Усиленные техники допроса ЦРУ станут предметом судебного разбирательства в США. Федеральный суд рассмотрит иск к двум бывшим военным психологам, которые разработали программу по выбиванию признаний. Через пытки прошли как минимум трое подозреваемых. Это выходцы из Сомали, Ливии и Афганистана. Задержанная ЦРУ в 2000-е. Один из них впоследствии скончался. Их интересов судей представляет некоммерческая организация Американский союз гражданских свобод. Она обратилась с иском. И это первое такое заявление, хотя пытки ЦРУ давно не секрет. С тех самых пор, как в 2014 году, Сенат опубликовал специальный доклад. Из 6000 страниц обнародовали только 500. Но и этого было достаточно, чтобы сделать вывод. Приемы ЦРУ мало отличаются от методов средневековой инквизиции. Так какие же эти методы? Давайте посмотрим и начнем с пытки водой. Человека кладут на спину, наклоняют голову и заливают воду в рот и нос. У бедняги создается иллюзия того, что он тонет. Заключенные приходят к выводу, что умирают. Хочешь, не хочешь, но скажешь то, чего даже не было. Это гравюра по мотивам тех темных лет. А на следующей картинке то же самое, только снятое в наши дни. Что называется, найдите пять отличий. Правда, как утверждают истцы, программа, которую разработали для ЦРУ, основывалась все-таки не на историческом материале, а на собственных экспериментах. То, что опробовали на собаках, затем применили к людям. В программе, кроме пыток водой, голод, побои, прочие мероприятия, которые должны сломать волю заключенных, испытуемым предстояло пройти не только через боль, но и унижение. Сеанс фотографирования, голым, с повязкой на глазах, избитым, ЦРУ снимало заключенных перед тем, как отправить на пытку или даже после нее. Практиковали сеансы принудительной бессонницы. Например, тех, кого подозревали в терроризме, лишали сна порой на 180 часов. Это семь с половиной суток, только подумайте. Им запрещали садиться, ложиться, заставляли принимать самые неудобные позы. Вот как здесь, стоять с поднятыми над головой руками. При этом замученным и истерзанным людям угрожали, кому изнасиловать его мать, кому-то прекращали давать еду или кормили с помощью клизмы. Насильно, разумеется, без всяких на то медицинских показаний. Кстати, среди надзирателей были и те, кто признавался в сексуальных домогательствах к заключенным. Даже такое было. Все эти практики объединены концепцией приобретенной беспомощности. Ее авторы. Вот эти милые, на первый взгляд, люди-психологи Джеймс Митчелл и Брюс Джессон. Разработанная программа по заказу ЦРУ и обошлась ведомству в 80 миллионов долларов. Защита психологов просила суд иск отклонить, так как они в то время были государственными служащими и работали по контракту. А значит, вся ответственность лежит на государстве. По данным Американского союза гражданских свобод, в течение 2000 по 2008 годы пыткам подверглись порядка 119 человек. После опубликования доклада в Сенате от расширенных методов допросов ЦРУ отказались, конечно. Но за наказание, но за уже совершенные преступления, правильно сказать, наказание так никто и не понес. И сейчас на прямую связь нашей студии по скайпу выходит кандидат психологических наук. Психотерапевт, психолог Рамиль Гарифуллин. Рамиль Рамзеевич, я вас приветствую. Ну, как вы сами смотрите на эту ситуацию? Как вы оцениваете вот такую вот работу психологи? Это ведь тоже медики? Как же клятва Гиппократа? Вы правы. Дело в том, что психологи, это, надо сказать, не всегда врачи, во-первых. Вот, это первое. И самое главное, конечно, надо признать, что психологи должны работать только тогда, когда на то есть желание клиента. Вот если я сейчас с вами начну общаться и буду ни с того ни сего давать вам оценки какие-то, психодиагностику проводить, как-то воздействовать без вашего ведома, я уже этически не имею права. Поэтому психологи у нас как бы делятся на два направления. Есть вот деструктивный психолог, который работает как автор манипулятивных проектов в банках, всяких структурах, где, так сказать, поставлена задача воздействовать и получать определенные результаты. И не зависит от того, этически это выверено или не выверено. Главное, есть задача, они выполняют это. И есть психологи, вот как мы, психотерапевты, которые помогают простым смертным и выручают, как говорится, занимаются ими. То есть, если и каким-то образом манипулируют, то во благо их здоровья. Вот, поэтому, с моей точки зрения, психология, и вообще любая наука, она неэтична, прямо скажу. Психологи, например, Уотсон, он даже делал эксперименты со своими детьми ради научных фактов. Вот, поэтому психолог, который подписал договор в рамках какой-то структуры, в частности, служб каких-то, спецслужб, это уже не совсем психолог. Он же подчиняется, он уже может быть в должности какой-то. И у нас в стране то же самое. У нас есть психологи, но они имеют какую-то должность. И, так сказать, все основание у него идет уже на основании именно должности. Вы правильно говорите, Рамиль Рамзеевич, ведь на что и ссылаются адвокаты психологов, говоря о том, что дело должно быть отложено и должен быть отклонен. Они говорят о том, что в то время, когда составлялась эта программа, Джеймс Митчелл и Брюс Джессон, они были государственными служащими. Они работали по контракту. То есть, таким образом, они скорее чиновники, скорее госслужащие, чем психологи. Вот на ваш взгляд, все-таки, что превалирует? Поэтому я и говорю. Здесь, с этой точки зрения, прямо скажу, сейчас, даже вот в наших школах, есть так называемые школьные психологи, но они занимаются психодиагностикой и каким-то образом детьми, чтобы они не учились. Но и помогают детям. Вот, например, даже взять школьных психологов. Они очень часто решают другие задачи. Задачи директора, а не задачи школьников, например. Даже если бы так взять. Поэтому, с моей точки зрения, это прежде всего проблема даже не совсем самого психолога как такового, для которого действительно этика важна. Если психолог занимается помощью, это одно дело. Но, увы, необходимо признать, что психологи работают в разных проектах. И там есть свои задачи и цели. И они, как ученые, отрабатывают совершенно неэтически, получают знания какие-то. Там этика ни при чем. В науке этики вообще нет. А если будем говорить, Рамиль Рамзич, если будем говорить об этих деструктивных практиках психологии, то кроме вот участия в составлении подобных программ для выбивания правды, для навязывания ситуации беспомощности, вот какие еще есть? Какие вам известны? Ну, я прямо скажу, вот даже когда идет работа с детектором лжи и приглашается психолог для анализа преступника, понятно, что человек уже под судом. И психолог имеет право в рамках уже самого процесса расследования применять определенные приемы. Вот. А если, допустим, есть определенные задачи, связанные с конкретными лицами, которые также занимаются подрывной деятельностью, и это всегда будет. Всегда будут структуры, которые будут применять психологию для того, чтобы во благо госбезопасности решать определенные задачи. Это всегда будет. И там будет применяться психология по полной программе. Поэтому, с моей точки зрения, все-таки это всегда будет. Но надо признать, что существуют методы, которые противоречат гуманности. Эта проблема очень широкая. И контроль должен быть за этим, потому что там может это быть в уродных форматах, в опасных для жизни человека и иных проблемах. Не отвратимость наказания здесь должна быть, как любое преступление, и это должно быть наказано единственный инструмент. А если мы продолжим разговор вот об этих деструктивных методиках, есть ведь наверняка и более изощренные, чем вот такие пытки. Изощренные я имею ввиду именно с точки зрения психологии. Например, вот много говорят сейчас о нейролингвистическом программировании, других каких-то методиках. Что о них вы можете сказать? Я прямо сказал, нейролингвистическое программирование и различные методы гипноза, они, конечно, применяются, но они не стопроцентные. И это, в принципе, щадящий режим. Само по себе нейролингвистическое программирование – это щадящий режим. Там нет воздействия на психику, нет давления. Там идет диалог, идет определенное подстраивание, идет диагностика правильная, методы гипноза. Но если имеет место насилие над психикой, без желания самого человека, то это проблема. Но тогда, когда данная проблема такова, что есть страдающие, и тут уже, как говорится, рационально выбирается. Потому что если это личность, над которой что-то проделается, она опасна для общества, она наносит больший вред. Поэтому выбирает меньший вред, и там работают следователи различного рода специалистов, в том числе и психологи. И я считаю, что практические методы психологии есть разные, и они довольно-таки эффективны. Но с моей точки зрения, все-таки, еще раз говорю, здесь должна быть определенная норма, оптимальность в использовании этого. И вот в настоящее время, с моей точки зрения, в силу того, что у нас сейчас конкуренция большая между людьми, усугубляется эта проблема. И всегда появляются так называемые эксперты, чтобы каким-то образом человека, ну, я бы сказал, компромат, там его найти, какие-то характеристики, о которых он не говорит и так далее. Сейчас эта проблема стала актуальной, и психологи сейчас используются, в том числе, для создания компроматов, для получения информации, ну и так далее. Ну да, но и здесь иногда в желании вывести злодея на чистую воду, можно палку-то перегнуть. И как вот здесь людям не ошибиться, выбирая из двух зол меньше? Часто все-таки ошибаемся. Спасибо большое, Рамиль Рамзеевич. На состудии, на связи по скайпу был кандидат психологических наук, психотерапевт, психолог Рамиль Гарифулин. Обсуждали мы новость о том, что в США федеральный суд дал все-таки ход в дело о психологах, которые разработали пыточную систему для ЦРУ. И хотя известно об этой системе стало давно, она уже на практике не применяется, но наказание за ее разработку пока еще так никто и не понес.